МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПОДИИ на телеканале ЛОД. В студии Светлана Попова. Сегодня в выпуске. На Луганщине выборы в Верховную Раду в 114-м округе состоялись. В Северодонецке отметили 26-ю годовщину принятия декларации о государственном суверенитете Украины. Из-за аномальной жары одновременно горят несколько лесов на Луганщине. 65 гектаров лесного массива, 2 жилых дома и 20 хозяйственных построек уничтожено в результате пожаров на Вайдарском районе 16 июля. Сегодня горел лес в Кременском районе Воронова и Станицы Луганской. Из-за этого в Станично-Луганском районе стали взрываться минно-оградительные сооружения. В связи с этим пункт пропуска Станицы Луганская временно прекратил работу. На Луганщине выборы в Верховную Раду в 114-м округе состоялись. Об этом заявил руководитель Луганской области Юрий Горбуз. Он подчеркнул, что избирательный процесс прошел с незначительными нарушениями, которые были вовремя нейтрализованы благодаря профессиональным действиям окружно-участковых избирательных комиссий. О том, как проходили выборы, далее в нашем сюжете. Избирательный участок, расположенный в Беловодском районном доме культуры, 1 из 130 в 114-м округе начал работу в 8 часов утра. По традиции в сельской местности утренние часы – это то время, когда приходит большая часть избирателей. Я за лучшую жизнь и за то, чтобы село поднять, чтобы в селе у нас жизнь была лучшая, чтобы пенсии нам платили не такие, как сейчас, чтобы можно было жить. Пришел, проголосовал, чтобы голос не пропал. Я не думаю, что сильно что-то изменится. У людей какая-то усталость и апатия, антипатия ко всем кандидатам. Надеемся на лучшее, то, что наша страна окрепнет, будет богатой и красивой. Проблема, о которой говорят все – 107 претендентов на депутатский мандат – это очень много. Сложно. Сложно. Очень мелко написано, и свет плохой. По информации заместителя председателя окружной комиссии, работа трех избирательных участков была заблокирована. Через три с половиной часа после окончания голосования в окружную избирательную комиссию начали поступать протоколы с результатами голосования на участках. Вы можете посмотреть вокруг, увидеть, сколько людей не спали ночь, сколько людей хочет сдать результаты своей работы, хочет защитить результаты голосования. Напомню, что на 114 округе работало полторы тысячи официальных наблюдателей, а также 168 наблюдателей от общественных организаций. Александр Рыбаченко, Илья Трофимов, ПОДИИ. Наши корреспонденты также побывали на одном из избирательных участков Станично-Луганского района в двух километрах от линии соприкосновения. Как там проходили выборы, смотрите далее. В поселке Валуйское люди активно шли голосовать утром. После обеда, затишье, в низкой явке днем, говорят, виновата жара. Все нормально было. Все тихо, спокойно проходят выборы. Люди с каким настроением приходят? Если приходят. Ну, те, что приходят, нормально. Ничего, жалоб не было. Хотя не обошлось на этом участке без неприятностей. Утром, говорит председатель комиссии, здесь появились неизвестные люди. Да, они пришли, представились новыми членами комиссии, чтобы мы их допустили до работы. Я связалась с Беловодском. Беловодск подтвердил, что у нас произошла замена. Но без постановления и без посвечения я не имею права допустить их до работы. Люди ждали подтверждения своих полномочий от окружкома и общаться с нами отказались. Однако сфотографировались с нардепом Надеждой Савченко. В день выборов она находилась на 114 округе Луганщины. А чему приехали? Помочь людям. На 114 округе Луганщины зарегистрировалось рекордное количество 107 кандидатов на одно депутатское кресло. Я такого еще не видела. Навіть в Дніпре, там велике місто, там и то, что 60-81 зарегистровано. Тут, ну, такое выражение, они бы тут собираются выбрати пів Верховной Ради Украины на этом округе. Это тоже, мне кажется, абсолютное протипорушение. Мне кажется, что нужно менять саму систему, как кандидаты могут регистрироваться. За 4 часа до закрытия участков здесь проголосовало около 20% избирателей. Местные жители общаться с журналистами боятся. У многих родственники на другой стороне линии разграничения, поэтому они волнуются за их безопасность. Однако один человек все-таки согласился. Все тихо, спокойно, без никаких эксцессов не было. Все спокойно, все тихо. На что надеетесь здесь после выборов? Чтобы дороги будут строить, чтобы мир будет. Даже дороги, людям работа, людям без работы сидят. Юлия Щербак, ПОДИЕ. В Беловодске сегодня окружная избирательная комиссия не работала до 17.00 из-за отсутствия кворума. К тому же поступило сообщение о заминировании здания. Чем все закончилось, знает Анастасия Волкова. За моей спиной люди покидают окружную избирательную комиссию в Беловодске. Существует информация, что здание заминировано. Сейчас нарядные милиции проверяют все помещения. Информация о заминировании оказалась ложной. Через час ситуация стабилизировалась. Однако окружная избирательная комиссия не смогла сразу приступить к работе. Из 18 ее членов присутствовали только 7. Этого недостаточно для кворума. Некая в УРИМ от БПП, которая была заместителем, взяла на себя управление, распустила всю комиссию. Люди, в принципе, 7 человек в комиссии, которые сегодня работают, от демократических сил остались, не ушли, понимали, что это провокация. Остальные же 11 человек от разных партий разбежались по домам, бросив на палящем солнце 700 человек, 133 участка ДВК. В течение дня члены участковых избирательных комиссий вынуждены были в жару ожидать по зданиям окружкома, чтобы у них приняли протоколы. Мы не знаем, когда нам дадут туда отмашку зайти. Это целый день сидим и ждем, ждем, ждем. Нервы на пределе. Мы голодные, мы два дня не ели. Нас никто не может тут обеспечить, покормить. И мы с собой уже исчахли все. Ни денег нет, у нас семьи дома. Так что так. Позже стало известно, что Центральная избирательная комиссия сделала несколько замен в составе окружкома, благодаря чему в пять вечера он возобновил свою работу. Анастасия Волкова, Александр Буряк, ПОДИИ. В Северодонецке отметили 26-ю годовщину принятия декларации о государственном суверенитете Украины. В честь события у памятника Тарасу Шевченко собрались руководство области и общественность города. Они возложили цветы и почтили минуты молчания соотечественников, которые отдали свою жизнь за независимость нашей страны. Сьогодні независимость нашей страны борется с очень большими жертвами. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. В оккупированном Комсомольском во время разгона стихийного митинга мирных жителей боевики открыли огонь по людям. На Луганщине возродилось студенческое движение самоуправления. За нарушение комендантского часа боевики придумали новое наказание. Штраф от 500 до 10 тысяч рублей, отработки и арест на 15 суток. А в оккупированном Комсомольском во время разгона стихийного митинга мирных жителей боевики открыли огонь по людям. Трое тяжело ранены. В незаконной ЛНР по-прежнему отсутствует вода. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Ночные прогулки по оккупированному Луганску теперь войдутся от 500 до 10 тысяч рублей и отпуском на 15 суток. Так, фейковые ЛНРи ужесточили ответственность за нарушение комендантского часа. Об этом пишет информатор. Согласно принятому сборищам министров-самозванцев недокодексу, нарушение комендантского часа повлечет за собой наложение штрафа, обязательные отработки и арест. Таким образом, боевики решили в очередной раз заработать на местных жителях. Нарушение режима комендантского часа на 1 час и более для простых людей – счет наложения административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов. Чиновники-сепаратисты за это заплатят больше – от 2000 до 5000 плюс обязательные работы. Если же нарушитель еще что-то и праздновал с употреблением алкоголя, он заплатит 5000 рублей и поработает на террористов 100 часов. Также бонусом идет арест на 15 суток. Самозванным чиновникам придется выложить 10 тысяч рублей, отработать 200 часов и, конечно, арест. Экономический кризис настиг оккупантов, поэтому они придумали новый вид заработка. Боевики разгоняют митинги автоматами. Так, во время разгона стихийного митинга мирных жителей в Комсомольском были тяжело ранены из огнестрельного оружия трое местных жителей. Террористы открыли огонь по людям, которые выступили против размещения артиллерии боевиков в жилых кварталах. Об этом пишет Лига Бизнес Информ. Чтобы скрыть этот расстрел людей, оккупанты активно распространяют слух, что стрелял в местных жителей уже уволенный боевик в состоянии психического расстройства. Несмотря на расстрелы и угрозы, подобные митинги против боевиков давно не редкость на оккупированной территории. Так, 13-14 июля жители города Красный Луч выразили открытый протест против дислокации крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» вооруженных сил Российской Федерации и накопления боеприпасов рядом с домами мирных жителей. В незаконной ЛНРе вода по-прежнему отсутствует. Люди отмечают, что градусники фиксируют температуру в 40 градусов тени, но воду в кранах не фиксируют. В социальной сети люди сообщают, что в Луганске упало напряжение, остановились насосы подачи водозаборов. Во многих районах нет воды. Например, в Большую Вергунку, Красный Яр и в большую часть Каменобродского района вода не поступает. Также проблемы с водоснабжением в многоэтажках в разных частях города, так как давление воды слабое. На данный момент недокоммунальные службы города подвозят в эти микрорайоны только техническую воду. В оккупированном Алчевске ситуация с водой не лучше. С 13 июля в городе решили провести эксперимент на график подачи воды через день, раньше день через три. Вместо воды из кранов идет черная жидкость. Причины перебоев с водоснабжением боевики не называют. В селе Троицкое Попаснянского района отремонтировали детский сад. Деньги на ремонт выделили волонтеры гражданского военного сотрудничества «Симик». Теперь две комнаты готовы принять юных воспитанников. Школа также готовится встретить 1 сентября. Подробнее в сюжете Анастасии Волковой. Мы находимся в детском саду села Троицкое. Теперь он получил новую жизнь. Здесь поклеили обои, заменили ковролин и установили пластиковые окна. Детский сад находится на территории школы. Здесь две комнаты, которые готовы к приему десяти дошкольников. Ремонт делали ускоренными темпами и сделали всё за неделю. Справились своими силами. Активно включились в работу и учителя. В садике до и после большая разница была, так как до здесь стены были голые, дверей не было, ничего абсолютно не было. Как бы был ужас. Делали потолок, пол, стены полностью, светильники. Всё заменили абсолютно. Сталось ещё тюле шторы повесить. Деньги на ремонт садика выделили волонтеры гражданского военного сотрудничества «Симик». Когда мы пришли сюда, мы понимали, что школа – это большой объект. Мы не можем выполнить всё, что мы хотим. У нас в группе был заступник головы Ривненского районной рады, Николай Сальчук. Очень хороший человек, с которым мы вместе тогда постояли, посидели, подумали. И решили, что можно сделать ремонт хотя бы в садике, который находится в самом помещении школы. Ремонт садика завершён, а помещение школы частично. Первый этаж готов принять 30 учеников. Здесь покрасили полы и парты, поклеили обои и установили новое отопление. Во всех комнатах пластиковые окна. Вот так выглядит спортзал в школе «Села Троицкое». Больше года он нуждается в ремонте. В 2015 году в крышу попал снаряд. Комната горела, и теперь она в аварийном состоянии. Пока что дети вынуждены тесниться в тесной спортивно-игровой комнате. А вот ещё одна комната, которая хранит последствия артобстрелов. Снаряд разорвался возле школы, а осколками по стеклу не только стены, но и классную доску. Библиотеки в школе также пока нет. Снаряд, попавший в перекрытие, сделал помещение непригодным для хранения 5000-го библиотечного фонда. Книги перенесли в одну из комнат для технического персонала. Память о боях и воинах погибших в селе Троицкое. В школе создали свою стену плача. В Восточно-Украинском университете имени Владимира Даля прошёл региональный этап международной программы «Студенческая республика». В программе презентация партий, политические дебаты, а также квест с предвыборными программами по улицам города. Как это было в сюжете Екатерины Тыриной. В течение двух дней студенты разрабатывали программу развития области Луганщина будущего, а также участвовали в условных студенческих выборах. Проявить, вызвать интерес у молодёжи к тому, что происходит вокруг, вызвать интерес к участию в программе развития нашей области. Организаторы видят цель встречи в следующем. Крайне важно на сегодняшний день найти активную молодёжь, потому что, к сожалению, с этими активными и неактивными боевыми действиями молодёжь подрастерялась. Презентация партий, политические дебаты, а также квест с предвыборными программами по улицам города – далеко не полный список задач Луганской студт-республики. Мы спросили самих участников о впечатлениях от игры. Хочу, чтобы наша страна развивалась. Не только, чтобы депутаты сидели, что-то делали, а чтобы ещё молодёжь как-то помогала, сопутствовала этому. Хочу, чтобы наша Луганская область развивалась. Предложить более интересные перспективы для молодёжи именно в этой области, чтобы не было какой-то цели у людей ехать в другие города, в большие, в Киев, например, чтобы они оставались тут. Финалом регионального этапа станут выборы студенческого мэра и десяти депутатов студенческого магистрата. Они будут представлять Луганщину на всеукраинском этапе студт-республики, который пройдёт в августе ко Дню независимости Украины. Екатерина Тырина, Александр Буряк, Пудии. И о погоде на 19 июля. В Луганской области переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильные гроза. В отдельных районах Градшквал. Ветер южный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, дню плюс 26-31 градус. В Северодонецке температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, дню плюс 26-28 градусов. В Луганске температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, дню плюс 27-29 градусов. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом всё. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LODLGA. И в новостях Радио Пульс. Увидимся с вами завтра. Хорошего вечера.